Приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке живой недвижимости города Чернигова и Черниговской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы также с вами разберемся, что такое колебания и тенденции, и какие факторы влияют на развитие рынка недвижимости в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Чернигов в разрезе административных районов. В начале видеоролика мы традиционно говорим о колебаниях, это трактосрочные процессы, которые происходят на рынках. Период исследования ноябрь-декабрь 2020 года. Как вы уже обратили внимание, за период исследования мы не наблюдаем ни снижения, ни повышения стоимости квадратного метра на вторичном рынке «Класс социальное жилье». Мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Это квартиры, которые были построены в период с 1950 по 1992 год. Всего на территории Украины эксплуатируется 15 миллионов 200 тысяч квартир, которые принадлежат к этому классу. Мы также в течение года наблюдаем полтора миллиона квартир этого класса, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. Это очень важно для исследования. Также мы в своих исследованиях применяем метод статистического анализа, метод многофакторного анализа, ну и конечно метод классификации и сравнения. То есть мы классифицируем недвижимость по классам и я рассказываю отдельно по каждому классу вам, что происходит на рынке недвижимости. Итак, о перспективах и тенденциях мы поговорим в следующем слайде. Перед вами рисунок гистограмма. Мы будем говорить о тенденциях, это долгосрочные процессы, которые происходят на рынках. Мы с вами хорошо знаем, что на тенденции влияют внутренние эндогенные факторы, которые находятся внутри экономической системы. Давайте попробуем разобраться, какие факторы влияют на системы в целом, на рынок недвижимости. Один из основных показателей это соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости. То есть что такое предложение вы знаете, это количество выставляемого квартиры для продажи. Ну а показатель спроса это количество квартир, которые были куплены украинцами. О этом показателе я вам расскажу чуть позже. Расскажу сколько было куплено квартир и жилых домовладений в целом по Украине. А сейчас давайте все-таки вернемся к нашей гистограмме. Мы видим период исследования. Это у нас в декабре 2019 год 430 долларов в квадратный метр. Это стоимость в целом по городу. И уже видим в декабре 2020 года 431 доллар стоимость квадратного метра. Что в общем годовом измерении нам показало незначительную положительную дамику роста плюс 0,23%. Давайте обратим внимание на восходящую гистограмму, на которой в общем-то уже мы видим в августе месяце стало менять свое направление. Кстати город Чернигов это один город, где рынок недвижимости, город который входит в северо-восточную территориально-экономическую группу, куда входят опять городов. Город Чернигов он единственный город, который входит в эту группу городов, который в общем-то позже всех, я имею ввиду рынок недвижимости, а в Чернигове позже всех отреагировал на кризис. Мы видим аж в августе месяце. В восходящая гистограмма стала менять свое направление и мы в общем-то увидели показатели плюс 0,23% в годовом измерении, незначительный но все же рост. Но друзья, еще раз повторюсь, весь 2021 год мы будем наблюдать снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке города Чернигово. Это уже, друзья, тенденции. Давайте продолжим говорить о тенденциях. Я покажу вам, как манипулировать статистическими данными. В конце года служба статистики опубликовала ценовые индексы. Так вот, ценовой индекс недвижимости показал 7,7% роста при сравнении четвертого квартала 2020 года с четвертым кварталом 2019 года. Напомню вам, что служба статистики собирает информацию исключительно в гривнах. То есть базовая цифра это гривны, не доллары, а гривны. Хотя вторичный рынок жилой недвижимости, он продается за доллары. То есть нет людей, которые бы продали свою недвижимость за гривну, а потом бегали и искали бы, где поменять эти гривны на доллары. То есть это как бы не соответствует действительности. Поэтому говорить о вторичном рынке, используя, так сказать, денежную единицу гривны, это, мягко говоря, некорректно. Итак, давайте, мы уже видели гистограмму, те же самые цифры, только в табличной форме. Декабрь 2019 год, 430 долларов квадратный метр в целом по городу. И декабрь 2020 год, 431 долларов за квадратный метр, что показало незначительную положительную динамику роста в 0,23%. Теперь смотрите, как с помощью ловкости руки, никакого мошенничества, мы будем манипулировать, в общем-то, статистическими данными. Нажимаю следующий слайд, перед вами те же самые таблицы. Единственное, что доллары я уже по курсу Национального банка перевел в гривну. Смотрим, декабрь месяц 2019 год. Курс Национального банка, соотношение гривны к доллару 23,686. То есть, гривна очень сильно револьвирована или же укреплена. Ну, несложно, зная в долларах стоимость квадратного метра умножить на курс. И мы получим, запомните цифру, 10 185 гривен. Это стоимость квадратного метра, класс социального жилья в городе Чернивер. Теперь смотрим, что происходило в декабре месяце 2020 года. Курс Национального банка, соотношение это у нас опять гривны к доллару, уже 28,247. То есть, национально-денежная единица уже сильно револьвирована. Ну, опять с какого-то, наверное, корректуры. Что мы делаем? Мы умножаем доллары, мы знаем стоимость квадратного метра в долларе, умножаем на курс. И получаем в гривне, запомните цифру, 12 186 гривен, стоимость квадратного метра жилой недвижимости, класс социального жилья в городе Чернивер. Что в годовом измерении показало нам 19,6%. Друзья, то есть, вот вы увидели, насколько не логично при таком курсовом колебании в гривнах, в общем-то, давать статистику. Поэтому именно, поэтому рынок недвижимости жилой вошел в самые быстрые растущие рынки, по-моему, в пятерку самых быстро растущих рынков в мире. Ну, это, в общем-то, наверное, для не совсем умных людей, я так думаю, потому что кто понимает, какие процессы происходят в экономике, он однозначно скажет, что это, в общем-то, манипуляция, ну, или же трэш, да. Не может во время кризиса ни один из рынков расти такими вот темпами, а тем более рынок недвижимости. Давайте попробуем разобраться, что происходило с квартирами эконом-комфорт бизнес-класса. Мы видим, что средняя стоимость квадратного метра в декабре достигла 512 долларов и показала нам незначительную динамику роста, плюсом целых 20 процентов. Ну, квартиры эконом-комфорт бизнес-класса, это квартиры, которые, в общем-то, построены в период самостоятельной независимой Украины. Всего их в Украине эксплуатируется 1 миллион 900 тысяч, то есть они отличаются от социального жилья большими метражами общей жилой площадью. Ну, и понятно, что более комфортным условием проживания и развитой инфраструктуры. Ну, друзья, это опять колебания у нас, я вам уже говорил, что такое колебание. Скорее всего, конец года, в общем-то, это такой сезон для вторичного рынка, да, а класс комфорт бизнес-эконом, это как раз жилье более-менее комфортабельно, поэтому, возможно, и в этот период продавалась недвижимость по незначительным, но все же завышенным ценам по сравнению с другими месяцами. Ну, давайте поговорим сейчас о показателях, которые характеризуют общее состояние рынка недвижимости. Один из показателей это общее количество транзакций, активность недвижимости называется, да. Мы будем сравнивать 9 месяцев 2020 года, видим, что 307 812 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. И в сравнении с аналогичным периодом 2019 года мы видим, что, в общем-то, количество транзакций уменьшилось на 5,6%. То есть рынок недвижимости в целом активность его замедлилась, это абсолютно понятно. Ну, все рынки, абсолютно все среагировали на кризис именно, в общем-то, снижением активности. Если говорить о показателях спроса, которые я анонсировал, то есть это количество приобретенного жилой недвижимости гражданами Украины. Мы видим, что в 2020 году было приобретено 210 964 объекта жилой недвижимости, что также на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть, опять все понятно, во время кризиса у людей денег и становится больше, поэтому, в общем-то, они меньше приобретают, естественно, недвижимости. Давайте поговорим уже о последнем, так сказать, сегменте рынка жилой недвижимости. Это первичный рынок, квартиры эконом, комфорт, бизнес класс. Я их в одну выборку объединил, чтобы не сильно длинный был видеоролик. Первичный рынок, жилье, не сданное в эксплуатацию. В декабре месяце средняя стоимость квадратного метра в целом по городу достигла 339 долларов. Напомню вам, что первичный рынок исключительно продается, покупается за гривню. Для вашего удобства мы переводим гривну по курсу Национального банка Украины в доллары, чтобы вы, в общем-то, могли не просто сравнивать, что происходит на первичном и вторичном рынке, а еще и в динамике увидеть все процессы. За период исследования мы видим, что не подорожало, не подешевело на первичном рынке жилая недвижимость. Но на протяжении уже 10 месяцев я говорю, что первичный рынок, ключевое слово, в долларах, в общем-то, снижается эта тенденция, которую мы будем наблюдать в 2021 год. И в подтверждение моих слов, последний показатель, характеризующий состояние рынка, это количество сдаваемого в эксплуатацию жилья. В целом по Украине мы будем говорить первый квартал 2020 года, видим, что было сдано в эксплуатацию на 13 695 квартир, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть, понятно, что, в общем-то, строительная отрасль находится в состоянии кризиса и все меньше сдает в эксплуатацию нового жилья. Если говорить о Черниговской области, мы видим, что за первый квартал 2020 года было введено в эксплуатацию 148 квартир, и это на 69% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Теперь давайте, друзья, все вот эти показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости, я в цифрах рассказал о них, все соберем в одну картинку, сложим как пазлы, дети складывают в это, там, браведы, да. Первый показатель, это активность рынка недвижимости упала в целом по Украине. Второй показатель, количество приобретенного жилья или показатель спроса, мы видим, тоже меньше, чем за аналогичный период исследования. То есть, тоже отрицательная динамика. Следующий показатель, было меньше введено в эксплуатацию нового жилья, это первичный рынок, компании-застройщики давно уже находятся в состоянии кризиса. Ну и четвертый показатель, это средняя стоимость квадратного метра, которую нам дает компания Alim Consulting. То есть, вот эти все показатели говорят, что рынок недвижимости находится в состоянии кризиса и будет в нем находиться весь 2021 год. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok